еще раз здравствуйте уважаемые блогеры еще раз блогер из пельми сотрудник кгб следственный работник души фсб мб бессонов вот я написал записал только что пост про группу дятлова по причиной гибели считаю что такие версия ракетного следа она правдоподобная боль то легко вычислить траекторию полета если есть полистики они вам быстро считают на кой на каком километре отпали вот эти разгонные баки траекторию падения и принципе все получается из байконура запускали но кстати да и мне вот прислали ссылку там какой-то часть 11 группа дятлова где он высказывает какой-то специалист в кавычках что это была диверсионная группа с которой должна собственной губы было дойти до до казахстана американская но понимаете человек просто никогда не никогда не уходил в такие группы не уничтожение понимать что такое вот представьте себе это 200 тысячи километров выдох одних продуктов питания сколько понесете а тем более вы что не были вооруженные там это далее что такое это если такая группа пойдет диверсионную я всех вещей вам не буду рассказывать просто ну да давайте фруктов походы ходил просто элементарно сколько продуктов питания на 2 деньги хорошо если скромные допустим закладки делать по линии движения этой группы там да туда сам заказать что наши дела это выйти как быстро кур занимает что доска куда там продукты питания оружие закапывать там документы деньги это далее это сколько людей надо в туда втянуть это сколько нужно таких закладок сделать что в 2500 км пройти это тут вам всю агентурную сеть всю рассекрыть так сказать понимаете такую операцию так ни один начальник разведки такую операцию не подпишет еще подпишет его сумасшедший дом надо отдать будет как ты чё бы мне решил все подразделение что ли сдать русским что дурак что ли но это просто не серьезно человек никогда в жизни так сказать не не ходил не знает что такое занимаются эти у нас сейчас уже можно говорить об этом пишут уже и фильмах когда у нас была ситуация когда группы кгб игру группы ходили проходили америка я мере в соединенных штатах америки проходили и так далее да действительно и об этом пишут и эту танец небольших не выдам что действительно есть хроны на территории противника вероятного где это сказать находится оружие деньги отравляющие вещества но кстати специальные подразделения где которые на случае боевых действий должны заниматься вот этими диверсионными всеми операциями и проблема состоит в том что когда меняется руководство в этих группах или листый состав меняется то вот эти схроны которые там там тоже менять на документы то есть туда надо снова забрасывать людей это снова туда проникать менять и документы фотографии менять поддельные делать это колоссально очень кропотливая работа она применяется но это единичный что случая со времен горбачева когда горбач пришел к власти чем его была трагедия там наши офицеры особенно круга кто-то вот ну чашный секрет уже говорят об этом что вся территории советского союза и соединенных штатов америки была напичкана так называемые контейнерами да я видел эти контейнеры они универсальны они используются как закладки в химических отравляющих веществ там еще что так из пионских документаций случае необходимости уничтожается там и так далее и вот эта вся территория противника и наша это она напичкана не контейнерами случае войны в случае часы не только ракеты летят но эти контейнеры на территории противника взрываются да там химические там бактериологические оружия девчатом году это я всего раскрыт информацию был осужден за разрушение куста на один доктор ногу который разгласил гельцинские реформы начинали что на райском море советский союз проводил испытания попреки конвенции бактериологического оружия да то есть для чего пройдет как раз для того что в случае войны этих в контейнер которые споры они выстреливают и территория заражается так просто и у вас и в территории на территории противника происходит более того вы же знаете сейчас там не тайны что раньше четвертым помощником капитана всегда плавал офицер особого отдела да у нас на первом факультете готовили подразделение было где люди ходили военной форме морской форме причем у них кстати у нас форма была связи легендированная такая у них была кстати черноморского флота и по и у них ставление было по черноморскому флоту самому там 6 форм одежды сам самый дорогой и такой и вот и почему четвертый помощник ходил а потому что сейчас уже не секрет говорит об этом были корабли в которых в было вмонтированы определенные вещества в том числе и портативные ядерное устройство это дали случай войны допустим эсминец приходит в аэропорт эсминец американский или крыса заходит в порт рядом стоит цифра груз или какое-то советское судно еще что-то и штучи войны где-то что-то наверняка я так полагаю что-то взрывается в каком судне это находится где об этом знает только начали генерального штаба начальник гру и еще там кто-то знает понимать это секрет или естественно так сказать кто-то операции планирует но и в военном морском флоте там было целое управление где мы которыми перекрывали все действия подводных лодок все-все вот мы строительство и готовили мы эти все схемы планы разрабатывали и запускали и так сказать и личный состав меняли так сказать когда лодки всплывали и гостиницы женам управляли когда в этих странах туда не выезжали когда в автономке ходили когда нужно было личный состав менять чтобы отдохнуть это была война холодная там играли все по своим правилам то есть все это было это шпионские войны понимаете и вот тот человек который говорит что диверсионная группа две с половиной тысячи километров идет вдоль советского союза для байконур что она случайно наткнулась на группу дятлова ее там убила но вы понимаете во первых вы хоть представьте что такое диверсанты да ну я вам хочу сказать во первых диверсанты если он идет он продвигается ночью там или или так далее во вторых там есть определенные правила передвижения там посты выделяются там ну в общем короче чек это дилетант даже даже обсуждать не хочу эту тему что кто-то их там убил когда диверсионная группа американцев и так далее а заследили конечно группы забрасывали и я вам более хочу скажу сейчас не так уже фильм это показывали но они засадили по-разному поезда опускали контейнеры вдоль по всем там снимали группа были диверсионные безусловно и ловили мы их и так сказать были все разные фишки которые не будем говорить то есть это игры шпионские игры из гироразведок и тут ничего такого нет но со временом горбачева когда наши офицеры груз стали пропадать погибать при странных обстоятельствах еще этот эпизод горбачева никто не исследовал рады следует почему как же так случилось когда эти офицеры которые меняли эти контейнеры которые заправляли это да что с ними стало это трагедия ведь когда посадили роста на красную площадь я вам хочу сказать было уволено 300 офицеров не только генерал там были уволены 300 офицеров было уволено без пенсии без всего это сука горбачев повольняла понимаете никто ему претензии не предъявлял а мой конфлик с руководством фсб был когда там на бандитов они вышли ребенка оставили больным инвалидами и так далее меня в сумасшедший дом положили когда я конфликтовал то есть это вот ну понимаете мы тоже люди хоть мы и в тайных работах всяких структурах секретных но нас тоже нужно защищать мы тоже люди у нас тоже есть свои судьбы семьи меня квартиру забрали в москве выгласили на улицу просто меня вот и все мы тоже нас тоже надо защищать ну и что что мы в тактально да тайна до секреты но это же не значит что мы с нами можно вытворять все что хочешь мы тоже граждане тоже люди мы тоже нуждающие в защите в какой-то но к сожалению такие времена смутные когда рушится государство то прежде всего погибают все специальные службы поэтому тот кто говорит что там какая-то диверсионная группа которая две тысячи километров прошла вы что думаете что человек диверсионной группы он что машина что ли вы хоть представьте как это все происходит что вы думаете что он может бежать там по 30 километров но он может по 30 если его чем-то накачать там и так далее ему тоже надо отдыхать ему тоже нужно переесть поесть где-то ему нужно провианты нести там нужно ну просто это просто дилетантский разговор какой-то так сказать который вообще ничего не понимает а на самом деле версия всего этого оптимально это вот топливный бак ракеты очень таксистым топливом который упал вот в эту зону и хокотил вот и все мне кажется это абсолютно всем понятно и тему эту пора закрывать никаких там диверсионных групп не было что там не было спасибо ваш безусловно всех борисович